Сергей Анатольевич, итак, Законодательное Собрание не поддержало Вашу инициативу, и, на мой взгляд, это голосование против разума, голосование против собственного благополучия. Вот чем Вы это можете объяснить? Ну, объяснение только одно. У нас политика уже не просто впереди экономики шагает, она уже вдохновенно насилует эту экономику, и мы это отчетливо видим. Я не знаю, какие еще нужны аргументы в виде цифр, чтобы это решение одобрить, какие нужны обоснования, но экономика здесь уже не работает. Здесь уже работают какие-то иные вещи, но связаны ли эти иные вещи с нашим благополучием, я в этом сильно сомневаюсь, что это вызвано именно этим. Поэтому полагаю, что в основе лежат какие-то там вещи, не связанные с цифрами, поэтому все, что я докладывал, проникновенно пытался донести, все это мимо ушей. Поэтому результат отчасти он был, наверное, ожидаем, скажу даже так. По тому настроению оно же чувствуется в зале, чувствуется реакция на твой доклад, чувствуется, что люди сидят с принятым внутренним решением. А кто это внутреннее решение у них формировал? Ну, бог тому судья. Ну, вот в этой связи все-таки недоумение вызывает позиция наших депутатов, депутатов Ангарской территории. Ведь до сессии законодательного собрания у нас прошло с ними несколько встреч. Встреча в Думе Ангарского городского округа, где депутаты к ним обращались или разговаривали с ними о перспективе принятия этого законопроекта. Была встреча с почетными гражданами Ангарска, которые тоже им, так сказать, предлагали поддержать этот законопроект. И, кстати сказать, на этой встрече они все, пять человек, их было там, поднимали руки и говорили, обеими руками поддерживаем этот проект и будем обязательно голосовать за него. Было обращение общественной палаты к каждому из депутатов с просьбой поддержать этот законопроект. И когда мы увидели цифры голосования, 13 человек за из 39, то, конечно, тут закрадывается большое сомнение по части того, что то, что нам обещали наши депутаты, они выполнили. Позиция депутатов в ЗАГСомбране персонально не видна. Поэтому кто из этих 39, те 13 людей, которые одобрили, те 13 депутатов, которые действительно ответственны за своих избирателей, за свою территорию, я их назвать не могу. Немножко удивляет другое. После доклада, в общем-то, есть возможность высказать свою позицию. Никто не ограничивает депутатов ни по времени выступления, ни по его периодичности. Но поддержку высказали только депутаты Иркутска и представители Иркутска. Это депутат Красноштанов, спикер Думы Иркутска, Ружников. Председатель Соли Илья Алексеевич Сумароков высказал свою позицию. Я скажу, что все выступления этих людей были позитивны. Они все говорили, да, надо поддержать. Да, персонифицированно по Ангарску Сумароков высказался, что такой город не должен себя чувствовать в таком положении. Ангарские депутаты на это промолчали. Сегодня я улавливаю, лично не читал, но мне, в общем-то, информирует меня, что появились в соцсетях высказывания наших или где-то на каких-то сайтах нашего депутата от Ангарского городского округа в законодательном собрании с поддержкой моей позиции. Как-то немножко... Не ко времени ли? Да. Вот там надо высказывать поддержку, там надо обозначать позицию, там надо формировать своими выступлениями, доводами, аргументами, авторитетом позицию твоих коллег-депутатов. Тем не менее, я думаю, что еще раз вернусь к тому, что, видимо, существуют какие-то обязательства фракций друг перед другом, депутатов по фракционному признаку. Еще какие-то факторы наверняка есть внешние... Партийная дисциплина. Ну, назовем ее партийной дисциплиной, я не знаю. Давайте применим этот термин. Те ли это партии, которые раньше соблюдали дисциплины. Поэтому получили то, что получили. Я думаю, что каждый должен сам перед собой ответить, а ангарчанам задуматься, кого мы избираем лишний раз, подумать об этом. Один из депутатов от Ангарска вообще не присутствовал на этом заседании законодательного собрания. Хотя, на мой взгляд, для Ангарска за весь период депутатской деятельности депутатов нынешнего созыва не было важнее вопроса. Уж на такой-то вопрос надо прийти и надо высказать позицию, а не где-то, значит. Вроде как высказал, а вроде никто и не услышал. А что дальше? Какова перспектива этого законопроекта? Точка поставлена или еще нет? Нет. Ни в коем случае, ни в коем случае в тот же день после обеда мы начали работу по подготовке этой инициативы, которую, я считаю, мы внесем уже в начале следующего года. В среду я буду выступать на съезде Общероссийского конгресса муниципальных образований, где будет и министр финансов Российской Федерации, и министр экономического развития. И я думаю, что на этой площадке точно так же, уже зная позицию, в общем-то, Общероссийского конгресса, я обязательно этот вопрос еще раз заострю и постараюсь заручиться поддержкой на уровне Общероссийского конгресса муниципальных образований. Каждый день будем двигаться в этом направлении. Мы все равно к этому результату придем. И я почему-то уверен, убежден, что мы результат получим. Все-таки здравый смысл, он всегда побеждает. Рано или поздно пробивается. Поэтому здесь нет даже вариантов. Если кто-то говорит, что дважды два – это пять, ну, переубедим. Ну что, успехов вам. Успехов нам. Да, и мы верим в победу. Спасибо.